Здравствуйте! В эфире новости общественного телевидения Серпухова. Обзор значимых событий к этому часу в студии Алексей Романовский. Необычный бонус для покупателя – детская площадка. Дети будут в полной безопасности, пока родители будут посещать магазин. И сухо, и комфортно. Серпуховские школы готовятся к встрече с учениками. К 1 сентября 97 окон во всех учебных кабинетах нашей школы будут заменены на новые, современные. Естественно, во всех классах станет гораздо комфортнее и уютнее. Для творчества нет границ и профессий. Два альбома у меня – раз и третий на подходе. Все лето в Серпухове активно велась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Ремонты внешней и внутренней работы идут и сейчас. На каком этапе готовность школ Серпухова к 1 сентября – смотрите в дальнейшем материале. Стекла и рамы в школе номер 9 через несколько лет по человеческим меркам должны выйти на пенсию. Оконные блоки не менялись тут с момента основания школы. Даже в самую жаркую погоду в классах не проветривали, боялись, что окна просто вывалятся. Этим летом все старые конструкции пошли под снос. К 1 сентября 97 окон во всех учебных кабинетах нашей школы будут заменены на новые, современные. Естественно, во всех классах станет гораздо комфортнее и уютнее. В этом году порядка 18 тысяч детей поступят в образовательные учреждения города. Для того, чтобы они могли комфортно и безопасно получать знания, на протяжении всего лета в школах и детских садах Серпухова велись подготовительные работы. Текущими ремонтами в этот раз не отделались. Помимо новых окон в школах появились новые санузлы. Капитальные ремонты коснулись кровель и отопления. Это плановая процедура, когда есть возможность у каждого учреждения привести в порядок не только свои стены, но и привести в порядок еще свое содержание. То есть что-то познакомить с новыми документами, разработать новые программы. И этот процесс, который идет из года в год, он нормальный для нас. На то есть каникулярное время и специфика работы образовательных учреждений. Но если говорить о готовности, то, наверное, каждое образовательное учреждение в любое время года готово принять детей в городе Серпухове. Оценит всю проделанную работу уже в следующий понедельник. Приемная комиссия в составе представителей надзорных органов определит, какие школы готовы принять учеников 1 сентября. Более подробно подготовки серпуховских образовательных учреждений смотрите в программе «Городской репортер» на канале РЕН-ТВ Серпухов. С 1 августа в микрорайоне Ивановские дворики открылась новая детская площадка. Появление благоустроенной зоны отдыха – результат активного сотрудничества администрации Серпухова с коммерческими организациями. Открытие площадки напротив дома номер 12 по улице Новой привлекло детей и родителей со всего микрорайона. Музыка, веселые аниматоры, аквагрим, бесплатное мороженое, батут – конечно, такой праздник дети оценили по достоинству. Тут интересно, что был маленький батут, только он почему-то сдулся, а теперь тут большой батут надувает. А еще тут на этой площадке очень много труб, по ним интересно лазить. Здесь, несомненно, будут играть дети из ближних домов, хотя игровой комплекс задуман для удобства покупателя магазина «Дикси». Идея хорошая, однако все же родителей смущает близость подъезжающего к магазину транспорта. Ну, насчет этого, да. То, что машина здесь ездит, конечно, и дорога плохая, и дорога плохая здесь, ужасная, конечно. Ну, не знаю. Вроде ограждение сделали, где площадка. А вы не находите, что здесь место опасное? Мы обезопасили все специально для этого. Были взяты... Это гостевая площадка, которая будет находиться при магазине «Дикси». Мы специально поставили большие заборы. Здесь в данный момент еще немного не успели доделать. Они обошьются прозрачным пластиком, и дети будут в полной безопасности, пока родители будут посещать магазин. То есть здесь будет человек, который с ним будет заниматься, да? И человек не будет. Площадка будет полностью огорожена от проезжей части. Дети вылезать на нее не будут. Выбегать через заборчик, то есть это будет безопасно. Насколько расположение площадки будет безопасным для детей, во многом зависит от самих родителей. Понятно, что малышей оставлять без присмотра нельзя, где бы площадка не располагалась. «Дикси» планирует устройство еще одной гостевой зоны для своих покупателей. Она тоже станет частью благоустройства нашего города. Администрация города сейчас с большим вниманием относится к благоустройству, в том числе к устройству парковок на дворовых территориях, устройству детских площадок. По губернаторской программе комплексного благоустройства в этом году в Серпухове запланировано благоустроить 52 двора, 37 детских площадок, 6 спортивных и одну хоккейную коробку. Администрация города Серпухово с готовностью идет навстречу всем предпринимателям, которые могут внести в благоустройство города свою лепту. Елена Киселева, Александр Поваляев, Ольга Волкова. Общественное телевидение Серпухово. Чтобы получить водительские права, далеко не обязательно иметь обе руки. Достаточно иметь желание и немного терпения. Пройти обучение вождению автомобиля могут теперь и люди с ограниченными возможностями. Специализированные занятия будут проводиться на базе Шереметьевского реабилитационного центра в Долгопрудном. Курс стартует 7 сентября. Чтобы записаться, нужно прийти в 114 кабинет городской администрации. Чем отмечен этот день в истории? 4 августа 1914 года тогда еще юный поэт Сергей Есенин читал свои стихи членам императорской семьи. И хотя эта встреча не стала судьбоносной в творческой биографии поэта, она очень ярко запечатлелась в сознании Есенина. Позже, в 1923 году, в своей автобиографии он напишет. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Творчество Сергея Есенина необычайно мелодично и чувственно. Стихи поэта вряд ли кого-либо оставят равнодушным. Один из таких неравнодушных, наш земляк, композитор Аркадий Лябин. Аркадий Дмитриевич пишет музыку к произведениям Есенина. И именно сентиментальность поэзии Сергея Александровича побуждает его вновь браться за инструмент. Два альбома у меня. Раз и третий на подходе. Если в каждом альбоме там по 15 примерно произведений, ну где-то 40, наверное. Аркадий Лябин – организатор творческих встреч в Доме ветеранов, где представляет свои произведения. А также участник многочисленных конкурсов, проходивших и в Константинове, и в Доме музея поэта в Москве. Когда было столетие Есенина, это был институт имени Горького в Москве. Там конференция была, она была несколько дней проходила. Там много было иностранцев. Кстати, у меня уже альбом вышел тогда, «Молодой как рассвет». У меня брали его на память зарубежные. В Китай он ушел, в Югославию ушел, даже из Америки там дама одна была. А вот здесь, в Серпухове, сокрушается композитор, творчество Сергея Есенина не находит широкого отклика. 3 октября исполняется 120 лет со дня рождения поэта. К юбилейной дате нашим телеканалам готовится к показу документальный фильм с рабочим названием «Закружила листва золотая», в котором рассказывается о последнем поэте деревни, как сам себя называл Сергей Александрович, и о поклонниках его таланты. О ваших сообщениях мы ждем по телефонам редакции 128 101 и 128 151. Все наши новости вы можете посмотреть на официальном сайте города Серпухова, на сайте редакции otv.defismedia.ru, а также в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok